Молодость — это когда много сил, мало сна, много энергии, много желания делать, желание творить, желание любить. Наверное, молодость — это парадоксы. Ты сконцентрирован на себе. Почему-то ты думаешь о том, что ты очень важен каждому элементу этого мира. У тебя вечный конфликт с окружающим миром, конфликциями с собой. Ты принимаешь и не принимаешь все одновременно. Безответственность, но в хорошем смысле слова. Когда ты моментально реагируешь, совершаешь какие-то поступки, особо не задумываясь о последствиях. Ты хочешь всего и сразу, но и при этом боишься всего и сразу. Это так странно и так трогательно одновременно. Чего я боюсь? Наверное, я боюсь прожить свою жизнь без человека любимого, не создав свою семью. Боюсь прыгать с парашютом. Очень хочу, но очень боюсь. Я арахнофоб. Я боюсь пауков. Не знаю почему, потому что в детстве я спокойно совершенно к ним относился. Когда-то меня какой-то паук напугал, наверное, очень сильно. А если более глобально, наверное, одиночество. Есть здравое одиночество, когда ты остаешься один на какое-то время, и это полезно. По-другому начинает течь время, другое распределение внутри дня, другая правда мира и другая правда себя. Найти в себе что-то новое, вдохновение, вдохновиться от своих же мыслей, так бывает иногда. Но одиночество, когда у тебя нету никого в окружении, с кем бы ты мог разделить, радость разделить, какой-то успех или наоборот неуспех. Но это страшно. Ты же должен кому-то плакаться. Ты же должен с кем-то смеяться. Ты же должен кому-то скидывать фотку, какое новое платье нашел. Ну, очень важно, чтобы был близкий человек. Что может заставить меня не спать? Это мои мысли? Это поиск ответа на тот или иной вопрос? Собака, которая приходит и бьет игрушкой по голове. Близкие, которые не дома, которые припозднились, опаздывают, и ты всю ночь сидишь, не знаешь, где они, и ждешь. Близкие, которые дома, конфликты никто не отменял. Секс может заставить тебя не спать. Тусовки. Идеальная вечеринка – это та, которая заканчивается вовремя. Обязательно наступает тот период, когда ничего вокруг не происходит, и ты находишься в постоянном ожидании, что вот-вот, и сейчас будет круто. Вот-вот, и сейчас заиграет моя любимая песня, и я пойду танцевать. Вот-вот подешевеет такси, и ты тратишь огромное количество времени на сиденье. Но в этом тоже есть своя романтика. Вот эта атмосфера отшумевшего праздника, она интересна. Девушки не должны на вечеринках рыдать, не должно быть истерик, хотя это, конечно, сложно обычно. Все подобные мероприятия, они, как правило, сопровождаются какими-то драматичными историями. Классная вечеринка заканчивается круто, если ты уезжаешь с нее в хорошем настроении. Что хочется услышать от родителей, возвращаясь под утро? Сын, пожалуйста, тусуйся еще. Приходи домой как можно позже. Я бы хотела, чтобы папа у меня иногда спрашивал, Катя, сколько ты потратила денег? Может, тебе так кинуть? Маленько. В первую очередь хочется, чтобы они вошли в положение. Да, все когда-то были молодыми, все тусили. Главная проблема между родителями и детьми. Во все времена и сейчас люди не умеют друг друга слушать, слышать и разговаривать. Даже если им хочется иногда поговорить, они не могут найти в себе силы это сделать. Я не понимаю, зачем произносить фразу, а вот в наше время, а вот я в твоем возрасте, как будто бы изначально тебя обесценивают. Ты уже изначально этой фразой не оправдал чьих-то надежд. Как же это так? Во-первых, откуда я могу знать, как было раньше? Наше поколение, как будто бы, вот у нас есть какая-то крупица чего-то. И мы готовы даже эту крупицу куда-то выкинуть и посмотреть. Ну, а может, что-то получится. Может быть, приумножим, а может, и вообще все потеряем и останемся ни с чем. Главное слово нашего поколения... Сразу в голову приходит слово «клип». Мы живем быстрее, мы думаем быстрее, мы держим внимание гораздо меньшее время, чем предыдущее поколение. Мы живем в клипе. Чем жизнь отличается от кино? Если ситуации из жизни перенести в кино так, как они случаются, никто никогда тебе не поверит. Жизнь, наверное, все-таки намного более наполненная и намного менее ожидаемая. Меня мотивирует, в принципе, двигаться куда-то по жизни и делать что-то. Осознание того, что только в этом случае, когда я занимаюсь делом, когда я сам развиваюсь, узнаю что-то новое, я чувствую себя живой. В противном случае мне кажется, что я просто существую, я не живу. Хочется вот это вот ощущение поймать, когда ты звонишь маме, например, и говоришь «мам, бери отпуск, мы там летим на Багаму». И вы туда летите, ты все это устраиваешь. Хочется видеть эти эмоции неподдельные от своих близких. Я вообще очень стесняюсь делиться своими мыслями. Я постоянно, что-то сказав, шугаюсь этого. Думаю, а вдруг я что-то не то ляпнула. Ну а вдруг это такая глупость. А вдруг это никому не интересно. Я бы пожелала себе быть более любопытной. Субтитры создавал DimaTorzok